Я хочу представить вашему вниманию мастер-класс вот такого вот рисунка. Как вести такой рисунок я вам сейчас покажу и расскажу. Вот такой узор я его разложила на части и посчитала сколько нужно стоит будет для того, чтобы сделать законченный орнамент. У меня получилось 70 стоек. Вот на этот объем, который у меня есть, нужно 70 стоек. Первые три ряда плетутся очень просто. Смотрите, как мы плетем с ситцевым плетением. Один через один. Значит, рисунок формируется из самих стоек, из самих стоек и вот другого цвета контрастного трубочек рабочих, которыми будем, буду выплетать вот этот рисунок. Значит, первые три ряда это как в ситцевом плетении. Один через один. Один сверху, один снизу. Один сверху, один снизу. Итак, три ряда подряд, вокруг. Я сейчас посмотрю, как у меня получится переходить с ряда на ряд. Если нет, то значит буду каждый ряд рабочую трубочку обрезать и начинать с нуля. Ну, понятно, да? Один на один сверху, на стойку, за стойку, на стойку, за стойку. Следующий ряд пойдет наоборот. Там, где было на стойке, станет под стойкой, на стойку, под стойку, наоборот. И третий ряд опять-таки меняем, так же, как и первый. Вот сейчас я три вида пройду, потом включусь. И еще хочу подсказать сразу девочке, если кто будет переводить рисунок на электронный вид, вот, чтобы потом легче было плести. Значит, я пользуюсь Microsoft Excel, вот этой табличкой. Очень хорошо, во-первых, рисовать в ней по цветам. И еще самое главное, вот в этой табличке очень хорошо добавлять, то есть растащить на ряды в этой табличке очень легко, вставляя между рядами просто одну, допустим, одну строку. И все. Рисунок сдвинулся, 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 и очень легко работать с этой таблицей. Значит, все, сейчас я прохожу три ряда и включаю. Так, ну, вот я три ряда прошла. Вот посмотрите, какая решеточка получилась при этом. Так, теперь следующий ряд. Следующий ряд такой. Вот та, с чего начинаю, трубочку, я вот ее отметила тем, что закрепила на нее вот так вот прищепку. Значит, первая стоечка. Один на, один под, как обычно. Следующее действие. Две стоечки на, одна стоечка под. Следующее действие. Три стоечки на, одна под. Опять две, на две, под одну. Следующее. На три, под одну. На две, под одну. На три, под одну. И так до конца ряда. Первый ряд начинаем. Ряд начинается на одну, под одну. Потом на две, под одну. На три, под одну. На две, под одну. На три, под одну. И так дальше. На две, на три. На две, на три. На две, на три. Через одну трубочку, которая идет под одну. стоечку. Вот так сейчас до конца ряда пройду. Вот на 3 под одну стоечку, на 2 стоечки под одну стоечку, на 3 стоечки под одну стоечку, на 2 стоечки под одну стоечку. Вот так. И так до конца ряда между три и две одна строчка под так пятый ряд я трубочки вот который дошла в конце я ее обрезала так и подклеила следующий ряд начинает следующий ряд начинается вот с этой же строчки которые отметили накладываем на 3 стоечки под одну этот начало вот на 3 стоечки под одну теперь начинается вот сам ряд на 2 стоечки под одну строчку на 2 стоечки под одну строчку следующий на 3 стоечки под одну строчку на 3 стоечки под одну строчку все опять на 2 под одну на 2 под одну на 3 И под одну, на три под одну. Опять на две под одну, на две под одну, на три под одну. И так до самого конца. Не забываем, что у нас здесь в конце три уже есть. То есть здесь будет еще под одну и вот здесь будет еще три последние. Заканчиваем тремя и потом под одной стоечкой закрепляем. Вот так. Сейчас я весь ряд пройду и включусь. Так, вот посмотрите, пожалуйста, вот три под одну и три начала. Вот под этой вот одной я как раз таки подклеиваю сейчас. Вот так стоечку. Вот так подклеиваю. И обрезаю. Все, и никуда не денется. Под стоечкой. Все, ряд закончен. И нигде не видно, что он закончен, что обрезано вот здесь. Так, следующий ряд. Вот, сейчас я его выделяю, опускаю. Шестой ряд. Начинается, две трубочки должны быть под стойками. Под двумя стойками. Начало под двумя стойками. Вот под эти две стойки, вот она начала, да, я ее и подклею сейчас. Сейчас, секундочку. Вот первая стойка, вот вторая стойка. Вот под ними я сейчас ее подклею. И можно будет начинать работать следующий ряд. Вот так, под двумя. Под двумя, на две. Под одну. На три. Под одну. На две. И дальше идет под пять. Сразу. Под пять стойк. Раз, два, три, четыре, пять. Заводим вот эту трубочку рабочую. Под пять стойк сразу укладываем. Вот так. Дальше опять идет. На две. Под одну. На три. Под одну. На две. И опять под пять. Раз, два, три, четыре, пять. Стойки разной длины. Сейчас расскажу почему. Я уже добавляла потом, для того, чтобы они были до семидесяти стоек. Здесь вот их закрепила веревочкой. Перешла ситцевое плетение на веревочку один ряд. Под клею, подставила столько, сколько нужно мне стоек. Прошла веревочкой вот один ряд, потом ситцевым еще проплела, чтобы выровнять вот это все место. Значит, вот здесь, на уровне вот этого, у нас у меня будет потом носик от этого самовара. Значит, дальше уже повторяется рисунок опять точно так же, как и был. После пяти под стойками. Раз, два, три, четыре, пять под стойки. Опять начинаем. Две на стойку, под одну. Три на стойки, под одну. Две на стойку, на стойки и под пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот под пять стойк. Раз, два, три, четыре, пять. И опять повторяется рисунок. И так до конца. Как только закончу, вот до конца выведу, включусь и покажу. Значит, начинаю следующий ряд. Вот с первой стойки, с первой стойки. Под три, на две, под одну, на одну, под одну, на две. Под три, на одну, под три, на две. Под три, на две. Под три, опять под три. Вот рисунок повторяется опять, смотрите. На две, под одну. На одну, под одну. Под одну. На две. На две и под три. На одну и под три. И опять повторяйте сначала. На две, под одну, на одну, под одну, на две. Под три. И так до конца ряда. Сейчас я пройду до конца ряда и включусь. Так, ну вот я начинала с одной, вот с первой стойки. На одну, под три. И заканчиваю на три. Под три, на три. И пойдет под три, на две, на одну, на две и дальше. Вот стойку, вот эту трубочку, подклеиваю вот сюда. Вот. Раз, два, три, на три. Две у меня осталось. Вот она первая. На одну уже было. Начало. И завершаю таким образом вот ряд. Подклеиваю сюда вот так вот, рабочую трубочку. Значит, рисунок сам состоит из 36. Если начинать вот с этими вот, еще три. Вот, 39 рядов, да. Но его можно раздвить на фрагменты. Как бы не выполнять весь полностью. Вот один фрагмент сейчас сделать. И потом завершить опять вот этими раз, два, три рядами. Вот так. Значит, один фрагмент закончится... Сейчас скажу, на каком ряду. Так. На 23-м ряду закончится фрагмент. Вот. И плюс три. То есть 25 рядов можно сделать. И рисунок сам по себе вот вырисуется. Таким вот образом. Вот. Значит, следующий ряд. Следующий ряд. Начинается вот первая строчка. И начинаем ее на две под одну. На две под одну. Дальше идет... Вернее, на две под три сразу. Под три. Потом, посмотрите, под три, на три, под три. На пять, под три, на три, под три. На пять, под три, на три, под три, на пять. И так далее. До самого конца. И ряд заканчивается тем, что нам нужно наложить на пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот они, смотрите. На две я уже наложила перед началом. Вот первая строчка. На две уже начало было. И остались у меня в конце три трубочки. Как раз таки вот завершающие вот этот. Смотрите. Вот здесь вырисовался рисуночек такой. Одна, три, пять. Мы начинаем поднимать пирамидку. Вот. Сейчас я пол рисунка покажу, а потом все остальное будет зеркальное. Зеркальное показывать не буду. Так, десятый ряд начинается с того, что накладываем вот с первой стойки на три стойки. Вот смотрите, я подкрепила рабочую трубочку под соседнюю. Вот это первая, это последняя стойка. Под последнюю стойку. Вот. На три стойки под две стойки. На три стойки под две стойки. На три стойки под одну на три. Обратите внимание, вот у нас было здесь. Перед этим пять стойек мы сразу закрыли. Вот там, где пять стойек сразу накрыли, теперь начинаем раздвигать новую пирамидку начинать. Вот смотрите. На три, под одну, на три стойки. Здесь у нас было под две стойки. Здесь было три стойки. Три стойки так остаются. На три стойки. Под две стойки. На три стойки. Под одну стойки. На три стойки. Над пятью которой. Теперь опять. Под две стойки. На три стойки. Три на три. Под две стойки. И продолжение. Опять-таки. На три, под одну, на три. Под две. На три. Под одну, на три. И так дальше до конца ряда. До конца ряда дойду, покажу, как заканчивается ряда. Так, и вот конец ряда. Посмотрите, пожалуйста. Вот первая стойка у нас была на три. Раз, два, три. Заканчиваю вот здесь. Посмотрите. На три. Под две. На три. И под одну. Под одну почему? Сейчас тоже покажу. Смотрите, пожалуйста. У нас здесь получается вот. На одну, на три, на пять стойки. И здесь уже на три, под одну, на три. Все. Вот здесь вот я подклеиваю. Свою трубочку. И обрезаю ее уже под вот этой вот последней стойкой. Одиннадцатый ряд повторяет полностью. Один в один, так же как и десятый. Три. На три, под две. На три, под две. На три, под одну, под три. И так далее. Зеркалица. Не зеркалица, а повторяется. Один в один. Одиннадцатый ряд, так же как и десятый ряд. Двенадцатый ряд. Начинаем опять с первой стоечки. Вот отмеченной стоечки. Начинаем вот так. Под одну. Вот под эту первую стоечку. Подклеиваю. Подклеиваю сейчас рабочую. Вот так. Так рабочую подклеила под одну. И начинается такими. на одну стоечку. На одну стоечку. Под две стоечки. Так начинается ряд. На две стоечки. Под одну стоечку. Обратите внимание. Вот там, где у меня три раза было все время по три стоечки. Вот по три трубочки в ряду. Под тремя стоечками. Вот они. Раз, два, три. Здесь сейчас забираем соседнюю. Вот получается. На две. Под одну. На две. Под две. На одну. Под три. Обратите внимание. Вот здесь сейчас. Здесь у нас была. Одна трубочка накрывала. Одна стоечка была накрыта. Три стоечки. Пять стоечек. И потом. Под одну стоечку два ряда. И теперь под три стоечки. Вот. Под три стоечки. На одну. И под две стоечки. Вот так. Вот формируется вот это вот середине. Так. Ну. И вот здесь конец ряда. Вот смотрите. Здесь у меня было вот три подряд ряда. Три сплошные. Вот они. Раз, два, три. Получилось. На две под одну. На две под две. Дальше идет. На одну под три. На одну под три. Но в конце у меня две остались. Вот они не задействованы. А одна у меня уже была с самого начала. Вот она одна. И получилось под три. Вот это начало было под одну. Начало было под одну. На одну. И заканчиваю под две. И эту же первую тоже. Под три. Что стало. Вот. Этот рисуночек завершился. Сейчас подклеиваю и перехожу к следующему ряду. Так. Ну вот. Следующий ряд и последний, который я показываю. Дальше рисунок будет повторяться с четвертого ряда. Значит, смотрите. Вот первая стойка. Подкладываю под три стоечки сразу. Под три стоечки. И пока даже не подклеиваю. Дальше идет. На две. Под одну. На одну. Под одну. Вот над теми стоечками, где у нас было раз, два, три. И идет. На две под одну. На одну. Под одну. На две. Дальше идет под три. И закрепляем вот эту вот стоечку, которая вот здесь, вот в этой пирамидке. На одну. Под три. Вот так. Дальше опять повторяем. На две. Под одну. На одну. Под одну. На две. Под три. И под одну. В общем, после вот этого опять повторяем рисунок. Сначала. Ну и вот конец ряда. Смотрите. На три. И под одну. Вот первая. Первая. Вот. Под три. И на одну. Вот. И вот первая уже была здесь. Под три. Вот. Сюда завожу под первую. Подклеиваю. И все. Ряд закончился. Вот. Следующий ряд начинается с четвертого. Больше повторяться я не буду. Вот. Сколько, какое количество рисунка вам нужно сделать? Сколько повторить именно мотивов? Каждый решает для себя сам. Вот. Мотив закончится. Один мотив закончится на 22-м ряду. Можно после этого сделать три ряда вот таких. И закончить его совсем. Все. Если вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok